здравствуйте это николай храмов сегодня 20 марта 2021 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона главным событием недели во всем мире стало без сомнения короткое угу произнесенной американским президентом байденом 17 марта в интервью телеканалу abc словно бы по заявкам тех кто убежден что в отношениях терпеливого запада с путинским паханатом выражаясь поэтическим языком некогда популярной певицы линды это коротенькая угу считаю прозвучавшая в ответ на вопрос журналиста джорджа стефанополуса считает ли президент байден владимира путина убийцей да еще сопровожденные обещанием что российский правитель очень скоро поплатится за попытку вмешательства в американские президентские выборы на стороне дональда трампа произвело эффект сравнимый разве что со знаменитыми словами пристава судебных дел порфирия петровича из романа федора михайловича достоевского преступления и наказания а то вот еще убил да за честного человека себя почитает бледным ангелом ходит какой уж тут миколка батюшка радион романович интервью шло не в прямом эфире а в записи немедленный и уверенный ответ президента байдена явно не был спонтанным и хотя по сути господин байден всего лишь вслух сказал то что и так известно каждому человеку в россии в америке и во всем мире тем не менее следовало признать что речь идет о беспрецедентном вызове никогда ранее ни один лидер западного мира не называл таким образом ни ленина не сталина никого бы то ни было из последующих кремлевских старцев более того вообще ни одного из правящих глав иностранных держав с тех самых пор когда британский премьер сэр уинстон черчилль величал германского рейхсканцлера адольфа гитлера не по имени или должности а исключительно ласковым эпитетом мерзавец примерно так мерзавец высадился на крите силами двух дивизий 17 марта америка а вместе с ней и весь западный мир дали ясно понять время уговоров и увещеваний прошло отныне с российским диктатором будут обращаться как с вооруженным преступником так что рано или поздно воспитаннику ленинградских подворотен придется услышать выходить по одному перед дверью останавливаться стволы и ножи выбрасывать дверь под прицелом так что без всяких фокусов шаг вправо шаг влево попытка к бегству стреляем без предупреждения пошли оружие оружие брось выходи выходи на черной скамье на скамье подсудимых и его дочери конина и какой-то жиган это было во воторнии сразу же после неслыханного немыслимого ни по каким понятиям оскорбления главаря в россии на некоторое время воцарилась мертвящая тишина буквально стало слышно как ожившая в жарко натопленном кремле муха жужжа бьется стекло как реагировать было на самом деле непонятно потому что никогда раньше о таком никто не мог и помыслить первым зловещую тишину нарушил председатель государственной думы вячеслав викторович володин написавший у себя в замедленном по решению роскомнадзора вражеском твиттере что цитата байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны конец цитаты и сокрушенно посетовал что американский президент повел себя с российским руководителем отнюдь не так как вели себя в прежние годы предшественники господина байдена в белом доме цитата рузвельт который несмотря на то что отвергал коммунистическую идеологию и считал сталина тираном строил отношения и оценивал ситуацию объективно хотя это были самые непростые годы конец цитаты джон кеннеди который нашел вместе с хрущевым цитата единственно верное решение для разрешения карибского кризиса конец цитаты а также ричард никсон который цитата понял что гонка вооружений ни к чему хорошему не приведет в итоге пошел по пути политики разрядки конец цитаты что ж нельзя не отметить прозорливость вячеслава викторовича вольно или невольно он прозрел самую суть америка больше не считает россию сверхдержавой с которой нужно церемониться а ее главу достойным партнером для переговоров торга и взаимных уступок вслед за высказыванием думского спикера велели высказаться и другим депутатам от единой россии причем как удалось выяснить журналистам издания знак с депутатами единороссами поступили вообще без церемоний подобно тому как начальство поступает на утренних разводах с нерадивыми работниками клавиатуры на пригожинской фабрике троллей разослав народным избранникам указание публично высказаться в соцсетях или в интервью сми о том как президент сша байден сделал грубое противоречащее не только нормам международной политики но и здравому смыслу заявление о президенте рф владимире владимировичи путине сегодня тот момент когда неадекватные и крайне опасные риторики отдельных западных политиков мы должны противопоставить единство и монолит рядов так проинструктировали депутатов из цк выполнить работу подведомственные депутаты обязаны были не позднее чем к обеду 18 марта а отчеты представить в виде заполненного шаблона таблицы excel а заглавленного байден это было зря по-видимому в цк партии прагматично рассудили что вся эта набранная в госдуму сбора по сосенке сволочь должна хоть как-то отрабатывать затраты на свое содержание из государевой казны получившие живительного тумака достопочтенные парламентарии бросились к своим инстаграмом твиттером и фейсбуком исполнять приказания а российский сегмент социальных сетей пополнился изрядной долей ура патриотического бреда выполненного впрочем весьма уныло под копирку и без всякого огонька между тем хотя на смоленской площади в тот же день поспешили изобразить оскорбленную невинность отозвав российского посла в вашингтоне анатолий иванович антонова для консультации в москву дипломатический демарш также не имевший прецедентов не в российско-американских не в советско-американских отношениях сам виновник торжества хранил молчание аж почти целые сутки по-видимому раздумывая как ответить заокеанскому обидчику нарушил затянувшееся молчание владимир владимирович лишь на следующий день ошарашив аудиторию единственной отповедью которая всплыла из глубин его памяти впрочем чуть позже владимир владимирович явил своему народу и окружающему миру уже не детскую а несколько более взрослую реакцию принявшись чисто по-пацански выкликать своего обидчика выйти в онлайн поговорить и даже изобразив будто поручает своему миду договориться с американской стороной о публичном разговоре хоть завтра хоть в понедельник я хочу предложить президенту байдену продолжить наши дискуссии но при условии что мы это сделаем фактически в прямом эфире что онлайн но без всяких задержек а прямо в открытой прямой дискуссии мне представляется что это было бы интересно и для народа россии и для народа соединенных штатов да и для многих других стран увы реакция белого дома на этот вызов было еще более обидный чем первоначальная эскапада владимиру владимировича ответил не американский президент который вовсе не собирался вступать в какие-то по выражению господина путина дискуссии а пресс-секретарь белого дома джен псаки которая велела журналистам передать путину что президенту не досуг и вообще они уже один раз поговорили и с него пока хватит а в мире есть полно других глав государств с которыми президент байден еще ни разу не разговаривал довершил же оскорбительную мизан сцену сам господин байден ответивший в пятницу на соответствующий вопрос журналиста агентства блумберг что поговорить с путиным в какой-то момент я тебя поцелую потом если захочешь верно говорит пословица беда не приходит одна низведение владимира владимировича путина американским президентом байденом до уровня тегеранского обермулы северокорейского пигмея кима или вообще какого-то африканского царь как а не балла ознаменовавшая новый беспрецедентный уровень падения престижа путинской россии обещанная расплата в виде дальнейших санкций очередной раунд которых будет введен в действие не далее как на следующей неделе к этим неприятностям добавилось на уходящей неделе еще и официальное признание россии враждебным государством и крупнейшие угрозы исходящие на уровне государства со стороны великобритании именно такие слова содержались в комплексном обзоре вопросов безопасности обороны и внешней политики который премьер-министр борис джонсон официально представил 16 марта россия в нем уверенно выиграла конкурс название врага номер один для британии оставив сносом коммунистический китай которому пришлось удовольствоваться куда менее почетным званием коммерческого конкурента пусть и представляющего собой глобальный вызов но если отношения с великобритании вдрызг испорчены еще неудачным покушением на сергея викторовича скрипаля и его дочь вряд ли могли испортиться еще больше то гораздо более печальные для кремля известия пришли на этой неделе из германии где на местных выборах прошедших в двух западногерманских землях баден-вюртемберге и рейнланд-пфальце партия христианско-демократический союз возглавляемая федеральным канцлером ангелой меркель потерпела сокрушительное поражение уступив первенство партии зеленых в баден-вюртемберге и социал-демократам в рейнланд-пфальце и все это менее чем за полгода до федеральных выборов в бундестаг обе левые партии победительницы по всем прогнозам первым делом покончат с пресловутой реаль политик практиковавшийся в отношении путинской россии консерваторами под руководством госпожи меркель речь идет далеко не только и не столько о полном отказе от проекта северный поток 2 и без того уже благополучно почившего в бозе после принятия американским конгрессом закона о санкциях против его строителей а гораздо более кардинальном и всеобъемлющем повороте в российской политике крупнейшей европейской державы при этом если за водилами в новом германском бундестаге и соответственно в федеральном правительстве окажутся именно зеленые то даже дерзкие ископады господина байдена имеют все шансы показаться в кремле легким дружеским подтруниванием в любом случае после сентябрьских выборов в германии бывшему завхозу дрезденской резидентуры кгб скорее всего по неволе придется принять участие в некоем подобии сакраментального кинематографического диалога с хорошо известными последствиями Слушай, доцент, я говорил тебе что я завязал. Говорил? Говорил. Я говорил тебе лучше не приходи. Говорил? Говорил. Я говорил тебе с лестницы спущу. Говорил? Говорил. Говорил. Ну вот и не обижайся. Это был Николай Храмов и очередной выпуск субботнего клеветона. Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на патреоне. www.patreon.com slash hramov через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!